всем доброе утро я утром значит провела никиту ну как правило я даже не вставала что-то мне так спать хотелось а пока он одевался этот раз чухалась лежала лежала он собрал себе обед но я ему все сложила вечером положила на столе воду мандаринки вилочку а то что в контейнере в холодильнике вот он это все просто загрузил себе в сумку я такая типа проснулась все-таки так валялась валялась думала сейчас никита пойдет и я еще посплю но нет сон прошел я посидела в телефоне посмотрела новости посмотрела видосики и села вот сейчас монтировать влог все скинула на ноутбук это все у меня сейчас оптимизировал чтобы я могла нормально себя монтировать без всяких подлагов и всякого вот этого вот не очень удобного момента чтобы ничего не лагала ничего не висла в общем да прошла оптимизация я сейчас сажусь монтировать я бы раньше смонтировала и уже наверно стримила но никита не скинул что сегодня вновление какой-то фортнайте в 10 утра по нашему времени то есть 12 по москве сейчас 10.07 вот поэтому не было смысла запускать стрим на сколько на полчаса чтобы поиграть одну игру потом заканчивать и не знаю вот поэтому жду пока там обновление пройдет думаю как смонтирую влог поставлю его выгружаться то тогда проверю потому что у них как-то обновление очень быстро проходит они по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть каждый раз добавляют вот я думаю они сильно долго там ничего не будет обновлять так что я приступаю к монтажу после чего встану наверное позавтраку чем-то я вчерашина готовила сегодня готовить не надо сегодня я в конце концов если опять мне планы не нарушатся уберу елку уберу гирлянду и все у нас не будет новогодней атмосферы потому что уже достала уже теплое солнце уже тепло на улице а у нас елка стоит плиток собирает мы ее включали на новый год и мне кажется после нового года может раза два только включили и все и дальше не включали стоит себе тут в принципе она не мешает да и мы уже как-то не привыкли нет какого-то новогоднего настроения странно было бы если бы оно было правильно было бы короче вы поняли так что все я приступаю к монтажу не оттягиваю этот момент это чем дольше я оттягивать тем дольше сохранять потом тем дольше это выгружать поэтому вот так я выгрузила влог сейчас сажусь завтракать немножечко позавтракаю попью чаёчек так надо вилку достать поцедомойки на сегодня короче планы да вот это вот уборочка и мне нужно помыть плиту в принципе на кухне прибрали тут немножечко об кресло бахнулись ждем обновления фортнайта вот тут идет обновление 11 процентов значит все сервера там что-то поделали поделали на серверах я сегодня окраситься не буду вот хвостик пижама все короче хоместайл english perfect естественно если в костном на улице туманчик такой небольшой такая дымка дымка и знаете что расскажу вам сейчас одну вещь такая супер мега важная я сегодня утром когда проснулась когда еще никита был дома он пошел там убываться собираться я такая валялась валялась понимаешь так пить хочется я никите говорю никита подашь воду пожалуйста он мне подал стакан воды нормальной воды из фильтра все окей чики-пики как говорится я пью и она мне очень никого удовольствия не предоставлять пить то я хочу вроде как бы жажду утоляю и вода ты безвкусные всем понятно но я ее пью то ли она просто из-за того что комнатной температуры мне не зашла вот мне хотелось наверное похолоднее какую-то водичку я пью и у меня мало того что нету какого-то я даже не знаю как это назвать удовлетворение вкусового не знаю так вот я пью ее жажда вроде как немножко утоляется но я удовольствие от воды вообще не получаю мало того что удовольствие не получать так у меня еще куда отвращение к этой воде я пью прямо что мне надо пить потому что я пить хочу но я пью через силу короче странная фигня не знаю почему возможно мне из-за того что ночью была жарко и мне хотелось чего-то холодненького и поэтому мне пересохло все и она мне совершенно не зашла я кстати вчера думала может мне фильтр в холодильник ставить чтобы холодная вода была пить маленькими глоточками но холодная вода мне легче заходит чем такая обычная комнатная теплая ты ее пьешь и не может напиться вот короче вот такая важная информация тем временем 45 процентов обновления фортнайт 46 дожидаемся запускаем стрим о и потом уборка думаю кстати вернуться к постам на ютубе надо наверное опять в сообщество что-то писатели я помню обещала что это дело не буду забрасывать как-то забросила ничего просто особо ничего писать надо значит себе поставить цель что в принципе это надо сделал какую-то фоточку какой-то текст можно историю это рассказать какую-то из прошлого свои мысли о будущем еще что-то и вот так вот потому что я помню многие читали там лайкали комментарии писали и когда мы закончили работу и мне даже там написали что жаль что вы закончили работу что-то в таком типе жаль что вы закончили работу потому что постов больше не будет а я сказала дала, спокуха, все будет. И в итоге их нет. Там пару раз было, что-то так, но уже реже, реже становилось, и потом сошло на нет. Поэтому к этому надо вернуться, потому что посты нормально. Главное не перебарщивать. Не каждый день, допустим, но хотя бы раза два в неделю или там три в неделю, через день как бы, да, писать посты было бы прикольно, потому что на работе сначала было много энтузиазма. Я выписывала там, блин, 10 страниц текста, чуть ли не книга, а под конец тебе надоедает эта вот рутина. Каждый день одно и то же. Кстати, с видео так нету. С видео нету такого. Странно. Но с писанием текста у меня так было, что под конец работы, когда оставалось недели-две, я Никите говорила, давай ты будешь писать, я уже не могу. У меня уже ну просто приходит момент писания, я так не... Я откладывала все на попозже. Но сейчас, я думаю, если не перебарщивать, то все будет ок. Так, я тут, короче, сижу на диване. Стрим я закончила уже давно, часа два назад. Сидела на диване, смотрела работки разные и, короче, сижу, что-то зашла в галерею на телефоне, смотрю фотку. Думаю, ё-моё, мы же фотку это делали, чтобы поставить на видео, на влог. И думаю, ё-моё, а фотка-то прикольная, и что делать? Зашла на влоги, посмотрела, какая она стоит на том видосе. А там как раз-таки стоит фотка, которая мне не нравится. Я думаю, о, отлично. Сейчас изменим. Сделала вот в фотошопе такую вот фоточку. Доедаем все пончики. Как раз тогда был день, когда мы доедали реально все пончики и специально вот сфоткались с ними. И я тогда забыла, что у нас есть фотка. Сделала какую-то глиму с какого-то стоп-кадра. Вот. Так что сейчас я её сохраняю, ставлю на влог и начинаю уборочку по-быстрому. Блин, я только что с мамой говорила. Я не знаю, сколько я с ним наговорила, но до конца Никитиной работы осталось 40 минут. А я ещё ничего не сделала. Так что сейчас сохраняю, ставлю. Это займёт у меня буквально 3 минутки. Включаю себе музычку и начинаю, наверное, с ёлки. Она больше всего места занимает. Её скручу, её спрячу, потом гирлянду сниму и буду смотреть по времени, сколько там останется до Никитиного прихода. И, в принципе, что тут уборку? Пылесос сегодня не буду запускать. Запускали мы его вчера и позавчера. В принципе, чисто. Надо будет, наверное, завтра почистить только в нём фильтры. Надо посмотреть, что он там, может, уже подзабился. Волосы все мои вырезаются от щётки, потому что он накручивает её вот так вот на щётку. Из-за того, что они у меня очень длинные, ну как очень? Длинные. Они вот так вот накручиваются, накручиваются. И когда он ездит, и этой щёткой работает, то есть он плохо подгребает под себя иногда. Ну, сейчас ещё, в принципе, нормально. Вот. И из-за того, что волосы закрывают доступ. Как бы всасывать пыль, то он всасывает, а какие-то частицы такие, допустим, где-то будет что-то, какая-то крошка лежать, в более-менее больших форматах, вот такая какая-то, то он её может пропустить, потому что чисто из-за того, что щётка закрыта моими волосами, он не может её подбросить туда внутрь. Вот. Короче, такие делишки. Всё, я приступаю к уборке ёлки и, надеюсь, успею всё сделать к приходу Никиты. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, и вот эту коробку я еле-еле вскрыла и сюда сложила новогодние игрушки. Сейчас сюда пойдет вот эта вот гирлянда, которую я буду снимать. Думаю, она сюда поместится, что я ее скрутить, вот сюда положить и все. В этой вот штучке были вот эти шарики расцеплены, но она не влазит. Вот, видите, насколько она не влазит. Не так, не всяк, никак. Вот. А вот эти прям идеально, прям идеально вошли. Вот по вот этой, по ширине прям идеально. Здесь осталось немножечко места. Звездочка здесь ножки от елки, шарики. Гирлянды с елки. Смотрите, как много места стало. Вот реально так елку не сбить. Нет елки и сразу больше места. Несмотря на то, что у нас раздвинут диван, места стало намного больше. Здарова! А я, значит, домой приехал. Привезли меня домой, представляете? Вот так вот. Дослужился. Потому что я сегодня на полчасика сдержался на работе. Нужно было там с бухгалтерией разбираться там. Ну, не то, что с бухгалтерией, с выплатами там что-то. Ну, в общем, девочка, которая работает в бухгалтерии. Вот у нее там какой-то завал, там что-то не отправлялись выплаты и так далее. И надо было ей помогать, там, отвечать людям. В общем, где их деньги. Ну, не то, что деньги, а просто рассылать, что, типа, деньги высланы и так далее. Это тем, которым она успела уже поотсылать. В общем, надо было ей помогать. И за это меня довезли прямо до дома, до порога. И получилось так, что я дома был так же, как если бы я и не задерживался на работе. Ну, ладно, это. Я задержался на работе. Все увидели, что я хороший. Галочки себе поставили. Это полезно. Вот. Сегодня, короче, представляете, на работе прикол был. Приходят два типа. Смотрите, я обслуживал, пришел, значит, в офис. Чувачок устраиваться курьером. Ну, и я его взял, говорю, все, я им занимаюсь. И сразу за ним приходят еще два типа. Я говорю, типа, Кевин, возьмешь их, пока я тут, кстати, он, да-да, пока я с этим разбираюсь, возьмите, типа, тех, которые еще пришли. Он их взял. Я там, ну, я там своего обслуживаю, все, типа, он ушел. Все хорошо. Ну, и я как бы параллельно слышу, о чем разговор идет там у Кевина с этими. Потом уже, когда ушел мой клиент, я начал, типа, вообще прям уши развесил, что там происходит. Короче, типы. Работали с другим партнером. Уволились, потому что их забанили в Глова. Они пришли к нам создавать новые аккаунты на чужие имена какие-то. Ну, типа, там, видимо, на знакомых своих или что. И из того, что я понял, они какую-то схему придумали, чтобы, типа, за заказы им больше денег накручивало. Потому что там такая система работает, что чем больше километров ты едешь на заказ, тем больше ты за этот заказ денег получаешь. И, например, им получалось так, что им приходит заказ, например, там, 5 километров приехать, а они делают так, что 20 насчитывало им. Ну, и, короче, за такую схему, я так понял, их забанили. Но перед тем, как их успевают банить, они очень много успевают денег на этом заработать. И они с этой схемой, короче, сюда, говорят, типа, или не будет проблемы, если мы будем каждый, типа, месяц, там, новый аккаунт регистрировать и на них работать. Ну, мы, типа, регистрируете нам, какая разница? Типа, мы, это, наша задача, это просто находить, ну, нанимать новых работников и их рассчитывать, все. Остальное, то, что они там делают, как у них там проблемы с доставками, это все, это они уже сглован, типа, напрямую обсуждают. Мы вот только знаем и за расчет отвечаем, за расчеты. И, короче, такой прикол, они еще такие какие-то были, я не знаю, какие-то такие бандюги украинские, я не знаю. Они, да, с Украиной, но такие, знаете, вот такие, прям, знаешь, такие все шебуршные, капец, прям, не знаю, такие какие-то колоритные ребята, да. Короче, вообще прикол, посмотрим, что с этого будет, но не знаю, но они как бы говорили, что на этой фигне у них получается, бубла прям вообще много зарабатывает. Ну, не знаю, посмотрим, конечно. Они еще нам предлагают, говорят, ребята, если хотите, мы вам расскажем, как это делать. Я такой, не, мы в курьере, ну, типа, сами не ездим, мы тут это, в кресле сидим там, так нормально. А они там, ну, ну, понятно, ладно, типа, поржали. Ой, как мы наелись, мне аж плохо. Нельзя ли Никита столько есть? Я вроде чуть-чуть сувчика, чуть-чуть второго, а это чуть-чуть того, чуть-чуть того, и в итоге уходит так, что аж обжираешься, известно как. Никите позвонил мужику, который должен привезти документы с машины, чтобы можно было, да, один документ с машины, чтобы можно сделать возврат с страховки, вот, и говорил, что в 7, вот Никита всем позвонил, то он сказал, что вы сколько, 8, да, приедет? После 8, потому что он не в Гданьске, там что-то там лове, то это надо куда-то там отвезти. В общем, нормально, приедет вечерком, ну, как вечерком, ближе к нашему сну, так сказать. А я сейчас думаю сесть, начать монтировать влог, но я еще не прощаюсь, нет, не подумайте. Так быстро от меня не избавитесь. Сесть монтировать влог, потому что очень много там файлов длинных, еще с айфона, потому что у меня там села батарейка, что на камере, еще с айфона эти файлы, а они долго оптимизируются, а еще долго скачивать их, ну, скидывать в смысле, вот. Чтобы это, наконец, не задерживать, поэтому начну сейчас, просто оставлю проект сохраненный, и потом концовочку там или еще что-то вставлю и сохраню, и тогда будет вот так вот идеально. Так, я, значит, приперся в магазин. Знаете, зачем? Нам с Кристиной захотелось по баночке пива. Там еще какие-то новые рециды должны были выйти, но я их чуть-чуть не вижу. Вижу только старые. Какой-то вкус. Кристина говорил, если не будет нового, то взять сомерз. Надо взять тогда сомерз без пожачкой, он самый вкусный. Единственная проблема, что я вонят в ледовке. Вот такие, блин, проблемы. Поэтому придется взять отсюда. А это 0%. Нет, только мне не надо. Это перевод продукта. Вот возьмем такой, значит, с розой или с манго. Ладно, возьмем два с манго. Пофиг. Или яблочный. Возьму один с манго. С манго один с яблочным. И придем сейчас, скажем, в крестине, что не было. Реца пришло взять сомерз. Пришел я, значит, на кассу. Одна касса, вторая касса, третья касса. Ни одного работника нет. Три кассы самообслуживания, но они только на этом. На карточках, прикиньте. И даже звоночка никакого нету, кого-то позвать. Не знаю, сейчас пойду искать, наверное, кого-то. Консультанта, чтобы на кассу кто-нибудь сел. Беспредел какой-то. Это вообще что такое? Ужас. Пиво не дают людям купить спокойненько. Пришло время для прощания. Никита закончил стрим, немножечко поиграл. Все, этот мужик неизвестно где ездит. Никита все ему звонит. Он говорит, ой, я там 10 километров от нашего. Место и недавно проезжал, то еще что-то. Но я сказал, что до 11 прям точно приедет, а уже 10 сколько? 10-20 мы в это время уже обычно спим. Но ничего, ладно, я сужусь монтировать влог. Я его уже смонтировала весь. И осталось только вставить вот эти последние 2 или 3 кусочка. И сохранять. Я даже фотку уже сделала. Максимально все сделала, чтобы на вечер себе не сидеть. Вот, так что этим сейчас займусь. Так что всем спокойной ночи. Тут какая-то бяка. На камере, ладно, не буду трогать. Потому что сейчас опять шарпанье начнется. Так что всем до завтра. Пишите комментарии, ставьте лайки. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok